Доброго дня! С вами YouTube-канал Процветок, и я травница и провизор Ольга Спиридонова. И сегодня мы с вами поговорим на очень практичную и интересную тему. Как нам, дачникам, людям, любящим природу, людям, любящим свою землю, поддержать свое здоровье летом на даче из подручных же природных средств? Что делать, если мы на даче, а нас, например, укусил комар, слепень, если у нас поднялось давление, если мы где-то простыли, если мы оцарапались, порезались и так далее и тому подобное? Что делать, если, например, вот как у меня, ближайшая аптека за 30 километров, а ближайший врач за 18 километров, фельдшер-акушерский пункт? Можем ли мы помочь себе чем-то тем, что у нас вот оно растет само, и находится, собственно, под руками, бесплатно. И все, что нам нужно, чтобы это взять и применить, необходима только информация, знания, которыми мы делимся с вами вот в этих роликах на канале Процветок и в моей фитошколе Дивея. Итак, что мы можем сделать? Прежде всего, очень хорошо бы хотя бы небольшой уголок своей любимой дачи, своих любимых огородов отвезти под лекарственные растения, сделать так называемый небольшой аптечный огородик. Семена вы всегда можете купить в интернет-магазине или в реальных магазинах Процветок. Что в первую очередь я рекомендую вам посадить? В первую очередь это должна быть ромашечка, мята, календула, алтей. Если вы склонны к низкому давлению, это должны быть какие-то тоники, например, левзея или радиола. Если вы склонны к высокому давлению, купите саженцы боярышника и калины. Малины саженцы тоже очень хорошо пойдут. Пускай это все будет под рукой. Очень хорошо, если вы где-то посадите несколько кустиков лаванды. Прекрасно, если у вас будет, например, высажен базилик. Это тоже природный антибиотик, можно сказать, а не просто вкусная приправа. Отлично, если у вас будет где-то расти шалфей, пустырник, валерьяна. Это все поможет нам с вами, если не дай бог, в течение нашего с вами дачного сезона мы где-то оцарапались, поранились, ну или имеем еще какие-то небольшие проблемы со здоровьем. Итак, чем нам может помочь то или иное растение? Какой должна быть аптечка травника? Если мы простыли, промочили ноги, перепад температуры, гроза, у нас болит горло, что мы можем сделать, если у нас вот такие есть проблемы? Если болит горло, мы собираем ромашечку, которая у нас растет, календула, шалфей, мята, завариваем все это. Можем добавить листочек дуба, можем добавить веточку тысячелистника и полоскаем этим горло. Очень хорошо ближе к осени все эти растения собрать и сделать так называемую мою фирменную настойку пляса. Берем по горсти любых растений, которые вам попадаются под руки. Ромашка, календула, шалфей, крапива, тысячелистник, листья березы, листья дуба. То есть вот то, что у вас есть. Все это рыхло набиваем в баночку по плечике и заливаем водкой или спиртом. После того, как это все настоится, вы получите универсальное целебное средство. Во-первых, из расчета столовая ложка этой настойки на стакан воды у нас будет великолепное средство для того, чтобы, например, полоскать больное горло. Полоскать ротовую полость, если у нас стоматит или, не дай бог, болят зубки. Отлично будет этим протирать лицо, если нас беспокоят юношеские прыщи или где-то вот что-то, вот какое-то воспаление на коже образовалось. Ваш муж скажет вам огромное спасибо и поцелует вас в щечку. Если вы такое разведение, настойки пляса, столовая ложка на полстакана воды, дадите ему использовать вместо лосьона после бритья. Кожа, склонная к раздражениям, к аллергии, кровоточивости, к воспалениям, будет гладенькой, нежненькой, здоровенькой и будет радовать своего хозяина. Отлично в таком же разведении эта настойка подойдет для ополаскивания волос. Развели 2-3 столовых ложечки на полтора литра воды и сполоснули волосы после мытья головы. В результате у вас кожа нежирная, волосы нежирные, нету перхоти, волосы блестящие, гладкие, не нужен им никакой салон. Видите, как все получается здорово. Если зимой на каких-то праздниках мы переели тяжелой пищи, 10-15 капель этой настойки на полстакана воды выпиваем внутрь, и любое несварение у нас успокаивается, и наш желудок говорит нам спасибо. Если вдруг на даче мы оцарапались, порезались, где-то что-то воспалилось, мы можем эту настойку совместить с крепким отваром иван-чая и промыть порез или царапину вот с этой настойкой. Столовая ложка настойки на полстакана иван-чая. Никакого воспаления у вас не будет. Этим же раствором можно протереть, если нас укусил комар, овод, слепень. Разумеется, если это шершень, лучше все-таки обратиться в специализированное медицинское учреждение. Если у нас получилось так, что жарко очень, да, это лето подкидывает сюрпризы, и у нас какой-то тепловой удар, берем мяту, отвар мяты. Хорошо, если оно у нас заранее отварено и заморожено кубиками в холодильнике. И протираем лоб, протираем виски, протираем сзади под волосами шею. Можно протереть грудную клетку. И эту же мяту в холодном виде даем внутрь по небольшому глоточку человеку пить. Разумеется, переместив его солнышко куда-то в тенек, куда-то в такое помещение, где он не будет перегреваться. Если мы имеем склонность к повышенному давлению, а что поделать? Мы тоже любим дачу, гипертоники тоже любят дачу. Очень хорошо, если у вас на участке будет расти малина, саженцы, которые вы заранее купили в магазине про цветок и посадили у себя на даче. И если где-то поблизости, на речке или в сырой низинке, вы нашли таволгу, великолепное растение, которое очень роскошным набором средств противопростудных, противовирусных, антигипертензивных обладает, кроворазжижающих. Таволгу смешав с малиной, можно их и проферментировать. Мы вам неоднократно рассказывали, как мы это делаем. Пьем внутрь, и давление падает. Очень хорошо, если у вас, например, давление, наоборот, слишком низкое, а по жаре оно имеет свойство еще больше падать, да, и вы гипотоник, и сил работать на любимой даче, на любимом огороде нет, если у вас где-то на грядочке будут расти адаптогены. Это может быть левзея сафлоровидная, она же моралей корень. Это может быть радиола розовая. Это может быть, например, эхиноцея, тоже великолепное растение. Сделав настоечки из этих растений, или заваривая из них чай, мы всегда утром можем поднять свое давление, прийти в бодрое состояние и работать на своей любимой даче. Или же идти сдавать экзамены, или же идти на какую-то работу. Очень хорошо в этом плане помогает также варенье. Варенье из шишек сосны. Мое любимое лакомство, которое обладает мягким, тонизирующим, противопростудным, противокошлевым эффектом. Мое мнение, что все вот эти растения должны быть в аптечке настоящего дачника. Очень хорошо, если где-то у вас посажен кустик, например, валерьяны. Ее вполне можно найти где-нибудь на речном побережье, или же купить семена в магазине про цветок. Очень хорошо, если там же вы купили семена пустырника. Эти растения помогут вам уснуть, если, например, бессонница, душно, жарко, или наоборот, уработались и так сложно, что заснуть, в общем-то, не можется. Заваривайте чай из пустырника, из валерьяны, из мяты, из ромашки, например, из той же таволги и малины, из лаванды. Вот этот великолепный набор поможет вам уснуть, не маяться бессонницей до полуночи, и почувствовать себя утром бодрым и способным идти работать на своей любимой даче. Как видите, на самом деле, для того, чтобы быть здоровым, не обязательно иметь запас медикаментов. Можно просто купить саженцы, купить семена в магазине про цветок, запастись знаниями от фитошколы Дивея, и вот, имея такой приятный аптечный огородик, на самом деле, быть здоровым в любой ситуации, в любом возрасте, в любом сезоне. Более того, с такого аптечного огорода привезти с собой сырье в город и радовать родных, близких, друзей такими зелеными и здоровыми подарками. Высаживайте растения, собирайте, изучайте их и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok